Частные медпомощи ищут бюджет Частные медпомощи ищут бюджет Правительство определяет критерии допуска клиник к высокотехнологичным операциям Газета Коммерсант номер 21 от 6 февраля 2019 года, СТР Два правительства планируют расширить список медицинских услуг, которые российские пациенты смогут получить в частных клиниках по полису ОМС Теперь в него добавятся сложные операции на сердце и других внутренних органах, которые относятся к высокотехнологичной медпомощи По словам экспертов, расширение числа провайдеров услуг поможет повысить их качество, а государственные расценки на такие виды медпомощи уже интересны частным клиникам Правительство утвердило правила оплаты за счет Фонда обязательного медицинского страхования высокотехнологичной помощи, оказанной в рамках ОМС частными клиниками Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации Как следует из этого документа, в 2019-2021 годах ФОМС на определенных условиях сможет предоставлять субсидии частным клиникам, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, ВМП Размер субсидии будет определяться по формуле, учитывающей в том числе государственные тарифы на оказание ВМП Запланировано клиникой число госпитализации и уровень зарплаты в регионе ее расположения Чтобы претендовать на финансирование, клиники должны заранее подать в Минздрав пакет документов, содержащий в том числе сведения о том, что они не являются иностранным юрлицом Медоля участия иностранных компаний, офшоров, зарегистрированных в государствах из специального списка Минфина, в их капитале не превышает 50% Медицина просит налоговой помощи, однако на предварительном этапе клиники, претендующие на госфинансирование ВМП, должны также войти в специальный перечень Минздравое ведомство представило проект документа, устанавливающего процедуру отбора, только на прошлой неделе Согласно этому документу, клиникам предъявят требования к оборудованию, укомплектованности штата и опыту сотрудников Они должны иметь опыт оказания ВМП не менее трех лет Согласно программе госгарантий медпомощи на 2019 год, в список ВМП, не погруженный в систему ОМС, сейчас входит 64 вида медуслуг, тарифы для которых установлены в диапазоне 10600 тысяч рубль К ним в том числе относятся различные операции на сердце, мозге и других внутренних органах Субвенция ФОМС на эти услуги в 2019 году в совокупности составит около 100 миллиардов рублей Как отмечают замглавы правительства Ярославской области Игорь Селезнев Новое постановление правительства, вероятно, добавит проблем монополии федеральных медучреждений на оказание ВМП До реформы ОМС они были единственными игроками в этом секторе Потом по мере погружения ВМП в ОМС стали добавляться новые из регионов, отмечает эксперт По мнению Владимира Гордуса, сооснователя сети клиник «Доктор Рядом», перед рынком частной медицины в РФ открывается новый капиталоемкий сегмент Поэтому количество компаний, конкурирующих за оплату ВМП из средств государства, будет исчисляться десятками В текущем режиме тарифы вполне конкурентно способны и этот проект может быть интересен игрокам рынка, способным оказывать подобную помощь С появлением частных компаний конкуренция за пациентов, а значит, и качество услуг, выйдет на новый уровень, говорит он Отметим, что сейчас объем рынка частной медицины в РФ составляет около 1 ТРЛН рубль И в основном его рост в последние годы происходил за счет повышения цен на услуги, а не вследствие роста их объема Анастасия Манулова